Подлые шпионы и убийцы Это органами государственной безопасности ставило своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Большинство участников террористической группы ВОВСИ, Борис Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие были завербованы филиалом американской разведки, международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойт». Все это верно, конечно. Но верно и то, что кроме этих врагов, есть еще у нас один враг – ратозейство наших людей. Можно не сомневаться, что пока есть у нас ратозейство, будет и вредительство. Все это обязывает советских людей всемирно усиливать революционную бдительность, зорко следить за происками врага. Подонки человеческого общества, люди, сердца которых, по выражению Бальзака, обросли шерстью, использовали свое положение для убийств. Они выполняли директиву своих хозяев об истреблении руководящих кадров СССР. Священный гнев и беспощадная кара советского народа обрушатся на банду врачей-отропителей. Все честные евреи единодушно требуют суровой кары для этой шайки наемных убийц. Как это могло случиться, что люди, которых советская власть вырастила, дала ученые звания, чины, предали Советский Союз американским капиталистам? Разве им плохо жилось при советской власти? Долго мы еще будем терпеть у себя эту сволочь? Отобрать у них дачи, удалить их из крупных городов Биробиджан, направить на добычу угля, а пусть поработают. Я обыкновенная советская женщина, мать двоих детей, требую смерти проклятым иудам. Своими руками удушила бы этих извердов, своими зубами перегрызла бы им голову. Мало убить этих извердов, их надо казнить. Выход один, устроить варфоломеевскую ночь и придушить всех евреев. Их мало расстрелять, их надо повесить. Не портить пули, а повесить на ржавой проволоке. От Москвы до Владивостока протянуть веревку и повесить всех евреев. Я, еврейка Левина Песер Ахель Хаимовна, 1892 года рождения, с годливостью, жуткой болью, прочла сегодня сообщение об ученых евреях. Неужели среди людей моего народа могут быть такие низкопробные существа без светлых идей и совести? Что делать, чтобы смыть этот позор? Я готова даже умереть. Борис Янкелевич Каждан отмечал приезд сына Валентина на широкую ногу. Стол ломился от яств. В пылу восхвалений новоявленного эскулапа никто не обратил внимания на фальшивую печать внизу его диплома. Став завом, Каждан тут же организовал спекуляцию медикаментами. На этом и попался. Тогда только и заинтересовались, кто он, откуда. Из Москвы сообщили, что Каждан сын института не кончал, что он с горем пополам учился лишь на двух курсах. Кандидатской диссертации не защищал и вообще он проходимец. Никогда он майором не был. Что касается орденов, то они оказались краденными. Кажданов потребовали в суд, но отец и сын не стали ждать, когда грянет гром, и сбежали из Днепродзержинска. Прошел месяц, другой, и Кажданы всплыли в Симферополе. В этом городе тоже оказалось немало простаков. Они поверили проходимцу на слово. А каждое слово Каждана было ложью. Глубоко уважаемый Илья Григорьевич, «Пишу вам, потому что на душе у меня очень тяжело. Я прилагаю вам одну из статьй. Точно такие же статьи и филетоны появляются ежедневно в газетах. Каждый день читаешь о злоупотреблениях всяких хаймов, мойши и тому подобное. Эта систематическая, продуманная кампания продолжается уже давно, и нет ничего удивительного, что пионер, пройдя мимо еврей, говорит ему «жид». Всей душой, всеми помыслами о преданной Советскому Союзу никаких грехов за мной нет. Но завтра снова с болью в сердце прочтешь то же самое. В лечебных учреждениях Москвы цинизм, бездушное отношение врачей-вредителей. В Боткинской больнице врачи, медсестры сплошь евреи. Только санитарки русские. И среди больных русских почти нет. Лежат одни евреи. Причем многие и не лечатся, лежат по месяцу на казенном питании. Богодельня для евреев. Главврач больницы, друг вовсе, берет взятки за незаконную выдачу евреям справок об инвалидности. Живет роскошно, построил большую дачу. Таковы все евреи. Сегодня воруют государственные средства, а завтра могут продать родину. У нас в Бельцах трудящихся заражают туберкулезом врачи-евреи. Я знаю многих, которые были здоровыми людьми, а как только попадали в больницу, где врачами одни евреи, с тех пор ходят больными. Проходимец еврея Виноградов привил товарищу Сталину гипертонию. Мы, простые люди, молимся за здоровье Иосифа Виссарионовича. Прочитав в газете сообщение об извергах, считаю своим долгом сообщить. Кудряшова, еврейка, зубной врач, диплома не имеет, а зубы дергает. В аптеке работает дочь капиталиста, получает посылки из Палестины. Поменяла фамилию и стала русской? Вся эта шатия собирается у него на квартире и слушает голос Америки. Годичье гнездо! Никто из врачей-евреев не привлекается к ответственности. Всех фактов не перечесть. Прихожу я в город здравоотдел. У меня знакомая там, начальником лечебного отдела работает. Она ей говорит, ты что, с ума сошла? Ты, еврейка, пойдешь работать на скорую помощь. Какой-нибудь инфарктный больной может у тебя на руках умереть. Так тебя же расстреляют. Я тебя туда ни за что не пущу. У нас по городу поползли слухи, что мы с женой во время отпуска в Москве встретились с Михоэлсом и от него привезли два чемодана с сыпно-тифозными вшами, чтобы заразить жителей города сыпным тифом. Плановые операции почти полностью прекратились. А если возникает необходимость в экстренной операции, то обычно спрашивают. Доктор, а вы мне не зарежете? Звонит мне управляющий банком мой хороший знакомый и спрашивает. Аркадий Семенович, ты на работе? Я отвечаю утвердительно, а он с недоумением говорит. А мне сказали, что тебя арестовали. У двери аудитории к нам подошла Жустина Севериновна Покровская, вдова академика Покровского, классика и романиста с мировым именем, преподававшая латинские и греческие языки. Громко на весь коридор она сказала, что же это делать? Ведь это страшнее дело Бейлиса. Тогда хоть протестовать можно было. А теперь все молчат. Все молчат. Все молчат. 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Смерть Иосифа Виссарионовича Сталина – дело рук еврейского гнезда, протянувшего щупальца в Кремль. Так думают все рабочие. Весь народ народ. Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу были арестованы неправильно, без каких-либо законных оснований. Арестованные по этому делу полностью реабилитированы и из-под стражи освобождены. Дорогой Клемент Ефремович, дорогие товарищи Маленков, Молотов, Белия, Булганин, Каганович, С некоторых пор все мы, евреи, со жгучей болью в сердце, стали чувствовать совершенно недопустимое в Советском Союзе, почти открытое преследование, унижающее достоинство советских людей. Слово «жид» снова появилось в обиходе отсталых людей в трамвае, в ресторане, среди женщин на кухне и даже среди детей в школе и на улице. К великому счастью и радости партия сумела все же разобраться и открыто ударить по носителям этих антипартийных тенденций. Удар по антисемитам окриляет нас и воодушевляет нас самоотвержденный труд на благо нашей дорогой и любимой отчизны. За такую родину каждый советский гражданин отдаст, не задумываясь, всю свою кровь каплю за каплю. Я не ставлю свои подписи, потому что под этим письмом подпишутся сотни тысяч евреев Советского Союза. Еврей. Имея неясность относительно освобождения врачей. Да евреи еще нигде не пропадали. Они и здесь сумели вывернуться. Дело не обошлось без кумовства. Неужели эти несчастные профессора стоят того, чтобы взволновать так умы наших рабочих? Все равно это низкие подлые люди. Да убейте меня и кого угодно. По-настоящему истинного человека. Да никогда с моих уст не сорвалось бы это чудовищное признание. Пугливые и мелкие душонки заставили волноваться и гревать миллионы честных советских граждан. В этом они уже виноваты. Заставить верить в невиновность нельзя. Закройщица Баранова. 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 Закройщица Баранова.